Вот, молодец. 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 Не у всех получается стоять на балансирующей доске, как у Вани. Для некоторых посетителей зала лечебной физкультуры новые предметы сами по себе являются стрессом, не говоря о том, чтобы удержать равновесие на качающейся поверхности. Тем не менее, балансирующая доска – это очень важное приобретение в рамках полученной помощи, говорит Светлана Ковыляева. Мы знаем, что практически у всех детей с ДЦП, с нарушением речи, детей с гипертрофированным вообще нарушением поведения, у детей с аутистическим спектром. Можечок не сформирован. То есть, когда ребенок встает на балансирующую доску, он начинает чувствовать свое тело, управлять им. И при этом, при всем у него формируется и выравнивается процесс возбуждения и торможения. Если доска требуется сосредоточиться, то мягкая горка приносит радость. На первый взгляд, это обычная развлекательная форма, но она оснащена массажными роликами, которые помогают ребенку чувствовать, как распределяется нагрузка по телу. На горке дети учатся держать равновесие, предвидеть точку и место приземления. Особенно полезной эта форма станет пациентом с ДЦП. Кто-то удивляется, что это такое. Кому-то нравится, кто-то вот прям сразу ничего мне не надо рассказывать, я все знаю сам везде, без помощи, без каких-то там подсказок. Ну, потому что дети к нам разные приходят. Кто-то в какие-то другие центры ездит, и там уже занимались, виделись таким оборудованием. Ну, а кто как бы в первый раз приходит и в первый раз видит такие вещи, то, конечно, они удивляются. Многие родители, у которых дети там с заболеваниями нервного спектра, да, там типа ДЦП, там аутизм, они вообще в восторге, вот, что как бы от такого оборудования, потому что, ну, это действительно, это им нужно, и даже дома вот такого ты не поставишь. Есть и сенсорное оборудование, тумбы разной высоты. Они составляются в любом порядке, в зависимости от цели занятия. Можно использовать каждую из трех форм по отдельности, но обычно в центре проходят занятия на нескольких тренажерах. Если учесть, что у нас дети посещают всего один раз в год занятия, на протяжении трех недель, ну, как бы говорить совсем о каком-то вау-эффекте, ну, невозможно, но, по крайней мере, хоть какие-то маленькие поступательные движения для улучшения физического здоровья ребенка увидеть за три недели должен каждый родитель. Когда отделению реабилитации предложили финансовую поддержку, специалисты решили пополнить именно зал лечебной физкультуры. Через него проходят почти все дети. Двигательная активность важна и для занятий с психологом и с логопедом. Оборудование заказывали с учетом детских заболеваний. Продолжение следует...